Итак, начинаем. Про юбилеи. Не только 35-е, ну на 5, наверное, все делить умеют, лучше на 25, но что поделаешь. Однако, для гостей мы здесь находимся в российском новом университете, который в свое время, как бы это сказать, ну скажем попросту, отпочковался от Московского физико-технического института, как тогда было модно гуманитарный факультет. То есть институты без размаха организовывали себе экономические, юридические еще какие-то факультеты, а МФТИ взял и организовал сразу филиал, не филиал. В Москве филиал вроде не может находиться, если ты сам находишься в Подмосковье, но российский новый университет. И с тех пор, да, ну пошла история нового университета. Так, примерно в те же времена, не очень зеленую, но все-таки улицу типа Кривоколенного переулка получил. И тогда еще доктор наук, а ныне академик РАН, Анатолий Тимофеевич Фоменко, выдвинувший концепцию новой хронологии. Ну понятно, две новости должны были слиться воедино, и в конце концов так и получилось. Новая хронология постепенно переросла в новую хронологию и хронографию, но случилось это после пятнадцатой конференции, проводимой нашим проектом «Цивилизация». Как нетрудно сообразить, что тридцать пять минус пятнадцать, это вчера, по крайней мере, было равно двадцати. А это уже юбилей наш локальный для российского нового университета и занятий новой хронологии в его стенах. В начале, как известно, было слово. Слово было за нашим проректором по науке Павловским Евгением Алексеевичем, который дал добро на проведение инновационного спецкурса по этой тематике в рамках наших соседей. Факультета номер три «Бизнес-технологии в туризме». Курс назывался «Ноохронография и цивилизационные аспекты новой хронографии и современного туризма». Название оказалось удачным. Темы очень хорошо вписались и в рамки третьего факультета, и в рамки четвертого факультета. Потому как, по известному выражению, в любой деятельности столько науки, сколько в ней математики. И в последнее время, значит, не только математики, но и возможности для применения компьютера. Ну а кто были среди первых туристов, это чтобы отдать дань уважения приведевшим нас 10 лет назад, тогдашним социально-культурным серверам и современному туризму. Насчет туризма можно говорить хорошо. Среди первых туристов, разумеется, была такая известная личность, как Магомед. Ну и другие, не менее известные личности, которые организовали туризм, то есть паломничество по классической терминологии. Ну, эту тему мы раскрывали довольно долго. Выяснилось, что раскрывать ее совершенно нетривиально. Мы хотели применять математику. Казалось бы, нужно применять ту ее часть, которая называется дискретной математикой. И не думать ни о каких сложностях типа сходимости куда-то, кого-то к чему-то, что-то к чему-то. Но, увы, и классические разделы математики оказались востребованными в новой хронологии и новой хронографии. Как все происходило? Да, довольно интенсивно. Довольно интенсивно. По крайней мере, в три первых года мы бы на конференции не уместились в этой аудитории. Только 704-я и никак иначе. Семинары, да, семинары здесь проходили часто. Вроде бы, ни один семинар не был отменен. И их всегда было не менее 35. Ну, то есть, как обычно, количество недель в первом плюс, в четном плюс нечетном семестре как раз то самое. Ну, и некоторые выездные семинары к нашим, когда мы ходили к нашим коллегам из школы здравого смысла, которую организовал институт военных переводчиков. ВИИАКа. Государственный институт имени Штернерга, то бишь астрономы в МГУ. И в некоторых других местах. Были также особо интенсивные годы, когда количество занятий, семинаров доходило до 42. почти весь июнь, вплоть до юбилея одного из основателей проекта «Цивилизация» Ярослава Аркадьевича Кеслера, который как раз в конце июня и наблюдался. Так, по средам продвигалось вперед наше с вами понимание истории, как сильно нас обманывают в этом отношении, и как, и что сделать, что нужно сделать, чтобы как-то приблизиться к истине, которая когда-то была и наблюдалась нашими предшественниками, великими и не очень, которые ее и делали. Но здесь я не буду задерживать ваше внимание, поскольку это будет явным повтором моего доклада содержательного, уже не юбилейного доклада про апокалипсис сегодня в буквальном и в переносном смысле. Ну, потом скакнув через 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 10-й наш год, который мы проводим в стенах, когда мы проводим конференции в стенах Роснову, мы пришли к настоящему моменту, пройдя через довольно большие трудности, как объективные, сверху, когда были, когда разразился кризис, казалось бы, где-то далеко, но он, конечно же, ударил и чувствовался и у нас здесь, так и локальные местные разборки, когда не все преподаватели Роснову были согласны с теми идеями на древнюю и средневековую историю в особенности, да и на историю Нового Времени тоже, ну и высказывали свое резко негативное мнение, в частности, в позапрошлом году по этому поводу. Здесь остается только порадоваться тому, что времена те, которые мы изучаем, древние миры, средневековья, все-таки были в этом отношении покруче с инакомыслящими, ну и пара примеров, всем известный пример с Галилеем из Жордана Бруно нас, конечно, держал, напрягал, но не очень, а вот то, что это не единственный пример, а один из многих, ну, давайте вспомним еще парочку, один, это, естественно, медицина, когда Гарвей, рискуя собственной жизнью все-таки или здоровьем, по крайней мере, проводил опыты на уже почти неживых людях, то бишь жертвах вооруженных конфликтов, как скажем теперь, а святая инквизиция и святая церковь этого допускать не хотели, ну, и выяснил, в конце концов, истину про два круга кровообращения раньше, до него об этом не знали, хотя можно было открыть гораздо раньше. Аналогично, но в более мягкой форме, было дело и в геологии, и в палеонтологии. Кем рисовали Дарвина вы, наверное, в карикатурах, в частности, и в популярных научных журналах того времени, вы, наверное, можете себе представить. Мартышкин хвост, естественно, был непременным атрибутом карикатуры. А в 20 веке примерно так же с таким же трудом внедрялось и мнение о дрейфе материков. Вейнер был, давайте говорить просто по-мужицки, оплеван в начале, а сейчас это 1920 примерно год, плюс-минус. А сейчас эта теория стала общепризнанной. Ну вот, то, что происходит с переосмыслением истории и, в частности, истории нашей Родины, вы, наверное, можете почувствовать, если спросите у своих родителей что-нибудь насчет татаро-монгольского ига. В школе, по-моему, сейчас это название не в части. Не знаю, во всех школах или нет, но раньше те люди, которые представляют старшее поколение данной аудитории, его знают прекрасно, а нынешние только что школу окончившие товарищи в большинстве в большинстве своем с таким понятием не сталкивались. Вот пример, яркий пример того, как можно воздействовать на историю, как можно воздействовать на нее более точно и прогнозируемо, так об этом чуть потом. Спасибо за внимание